Витебск Музыка, как в той песне, нас связала, нас связала, но не только. Видите, в под крышей летнего афитеатра прозвучали голоса из 23 стран. Славянский базар 2020, единственный в своем роде фестиваль, который не закрыл свои двери. А, будем откровенны, принял у всех по-домашнему. Принял всех, а некоторых из постоянной прописки. Именная звезда поп-короля российской эстрады появилась на Аллее звезд. Да, речь о Филиппе Киркорове. Вот так он собирал вещи в Беларуси. После долгой разлуки со сценой наверняка хотелось взять с собой всю гардеробную. Когда Славянский базар оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей и телеэкранов во всей стране, в Беларуси, в России, на Украине. Единственное. Все остальное, начиная от легендарного Евровидения и до уже старших популярных фестивалей «Новая волна», «Гора», «Белые ночи». Все это, к сожалению, и по нашей воле сегодня не случилось. На открытии певец намекнул нашему президенту, что не против стать народным артистом и Беларуси. Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу. Я народный артист России. Помню. Народный артист Украины. Народный артист Молдовы. Так уже с первых музыкальных нот открытие традиционно прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Это славянка не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие. Это подчеркивает и наш президент. Славянский базар стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи через искусство, к миру и взаимопониманию. Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль, славянский базар всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. Артисты вся как один говорят спасибо за возможность приехать, да и благодарный зритель в долгу не остался. Что не концерт, то аншлаг в амфитеатре. Это большое счастье после большого перерыва, после самоизоляции выйти в люди, выехать, выехать вообще со своими близкими коллегами. Особенно на такой потрясающий фестиваль, такой крупный, красивый, где все твои друзья. Это большое счастье, потому что мы, артисты, безумно соскучились по сцене. В такой же боевой готовности присмотреть себе и близким чего-нибудь эдакого сразу после приезда направляется и Руслан Лехнов. Символично, но в прошлом году с артистом мы говорили как раз перед походом в город мастеров. Славянский базар – это сердце земли, сердце Белоруссии. Туда, куда свяжается огромное количество людей из разных стран мира. Может быть, вы уже что-то думали, что купите в этом году, может, что-то присмотрели. Вот сейчас после нашего с вами интервью мне предстоит поездка как раз-таки по этому вопросу. Программу в этом году по понятным причинам пришлось сократить, но оттого ничуть хуже не стало. Наоборот, куда насыщеннее. Улица Витебска словно точка переплетения семи ветров. Музыки, театра, перформансы, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. То, что хотелось бы иметь у себя дома, то, что хотелось бы подарить своим близким, то мы решили создавать. Раньше мы только картины привозили на Славянский базар. Без Славянского базара даже в этот год мы не смогли отказаться, потому что это любовь уже. Тут творческая жизнь как-то поактивнее, нежели в Могилеве и, в принципе, в любом другом городе. Наверное, все-таки прошлое повлияло на развитие культуры. Уже, наверное, четыре года. Ого! И как впечатление? Очень красиво у вас, ну, сказочно просто. Очень хорошие люди, приветливые такие. Красиво, нам нравится очень вас. Мы уже приезжаем третий год сюда. Здесь очень душевно, нам нравится. Дети нравятся, они ходят, отдыхают. Мы также ходим, отдыхаем. Настроение всех праздничное. Хорошо. Витебск! Это Витебск! Фестивальные дни пронизаны колоритами. Мероприятия под эгибой союзного государства, дня Украины и сегодня, дня Беларуси. Концерт с символичным названием «Беларусь, ховетая собром». Васильковое настроение Витебска уже давным-давно вышло за пределы славянского поля. Не будем скрывать, фестиваль уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой. Но с важной пометкой сделано с любовью в Беларуси. Для моей мамы славянский базар – это знаковое событие. Она ждет, чтобы ее дочь там оказалась всегда. И для нее это гордость. Для меня это мечта студенчества. Для меня это встреча со своими белорусскими поклонниками, которых я очень люблю и ценю. Публика громкая, публика отзывчивая, публика очень искренне, это тоже очень важно. Что лично для вас славянский базар? Это возможность встретиться с огромным количеством своих друзей, знакомых. Наконец-то артистов всех собрали в одном месте. И, конечно, еще раз после карантина это возможность прикоснуться, наконец, к живому зрителю. Это тоже важно. Славянский базар – это не только праздник, но и прежде всего возможность проявить себя как детям, так и взрослым. Юные артисты представляют 17 стран, а на конкурсе исполнителей эстрадной песни 14. Кстати, впервые участвует Турция. Я прошла отбор, было тоже очень сложно, надо было бороться, чтобы пройти и приехать в этот прекрасный город и показать на себя все 100. Награды найдут своих героев с минуты на минуту на закрытии фестиваля. И особенность этого года – приходить с цветами нельзя, меры предосторожности. Зато есть альтернатива – акция «Букет добра». Можно перевести средства в помощь Сининскому детскому дому. Да и в цветах ли счастье – прямое доказательство для любого артиста, неподдельные эмоции зрителей. Хотя тут все понятно и без слов. Летний амфитеатр все четыре дня танцевал до упаду и до утра. Звезды и звездочки зажглись. Конечно, васильковые, как и свойственно цвету настроения славянки. То самое настроение уж точно сохранится до следующего юбилейного славянского базара, который вновь пронзит особенной атмосферой не только город на Двине, но и, кажется, весь мир. Из фестивального Витебска Кристина Федоровича, Анастасия Бут, Алена Сырова, Максим Гурбович, Денис Величкевич и Альберта Лосанья. Неделя СТВ. Белоруссия для меня вообще дом родной. Моя вся родня, моя бабушка, дедушка и пра-пра, и моя мама, а мой отец, они родились в Белоруссии. Я белорус по паспорту. Так что, вот хотя по национальности я себя ощущаю, у меня, знаете как, моя национальность музыкант. Вот, это, наверное, точнее. Вот, и, конечно, я не знаю, мне здесь, просто мне здесь очень хорошо и удобно. Очень доброжелательные люди. Вот Белоруссия, мне кажется, самые мирные доброжелательные люди на планете. Белоруссия для меня это славянский базар, это драники. Это, не знаю, прекрасные дороги, красивые женщины, харизматичный президент, это Сибры. Вы сегодня здесь с нами, почему вы все-таки решили приехать? Тут не мужчина, кто три раза коронавирусом не переполел. Я не знаю, ну, не то, что не знаю, но мне захотелось приехать, я и приехал. Я соскучился по работе, понимаете, я, представляете, я на сцене почти 52 года. За 52 года я без остановки просто ездил по странам, по России, отметил массу славянских базаров, там, я не знаю, сколько уже. Даже когда я был 50-летним пацаном, я именно свой день рождения встретил на славянском базаре. У меня 22 июля день рождения. Дальше, что еще, значит, я в этот раз член жюри, даже председатель жюри, для меня это большая ответственность. Но что я хочу сказать, я всегда с удовольствием приезжаю на славянский базар. Что лично для вас, да. Минутку. Да. И вспомнил, я встретился в коридоре гостиницы случайно со своим старшим сыном Родионом. Это да. Я знал, что он приедет на фестиваль, но он выступал вчера, но я думал, он хоть на один день еще останется. Он приехал на машине со своими музыкантами, и назад тоже на машине на своей уезжает. И вот утром я выхожу просто позавтракать, рано утром с поезда. Ухожу, и в моем же коридоре выходит такой парень, напротив света не видно силуэт такой. И он меня тоже не узнает, я в маске, в очках. Потом я смотрю, вроде говорю, можно на минуточку подождите? Он так, типа, автограф-то-то брать будет. Не узнал отца родного. Вот как даже бывает на славянском базаре. Да. Я считаю, что славянский базар один из лучших фестивалей в мире. Международных фестивалей. Здесь такая особая атмосфера. Хотя, вот я скажу, между первыми славянскими базарами и сегодняшними, разница это небо и земля. Потому что первое это было такое бромновское движение. Уже ужасная была организация. Это вообще жесть была какая-то. Какие-то машины какие-то, никто никого ничего не понимает, куда бежать, вообще что делать. В общем, жесть какая-то была. Движение такое, я думаю, вообще фестиваль весь этот регион развел. Вот мое такое ощущение. Вот приезжает не только, естественно, со всей Белоруссии, приезжает со всех бывших стран Советского Союза и за границей. И вот такой вот фестиваль, такое движение, это прямо очень круто. Спать невозможно. Гуляешь, это как белые ночи в Питере. И днем, и ночью вот эта движуха. Что еще для меня фестиваль? Это фестиваль, вот что еще в самом начале, когда я первый раз попал на фестиваль, я понял, что это самое, вот в моей жизни одна из самых удобных площадок для концертов. Вот этот амфитеатр, это идеально. Вот то, что греки придумали, лучше никто не придумал. Когда ты стоишь, и зал такой плоский, с легким подъемом, да, ты задние ряды практически не видишь. Ты видишь только передние несколько рядов. И энергии ровно столько, сколько на этих рядах людей. То есть ты видишь десятки людей, и стоит цифра 10 у тебя, умерила твоя энергия. А когда ты видишь сразу там пять тысяч человек, ты раздуваешь ноздри, у тебя появляются крылья за спиной, шелест крыльев, и ты несешься как положено. Я хочу просто сказать спасибо всем, кто это сделал, кто это делает. И я понимаю, что этот фестиваль под очень пристальным вниманием находится президента и всех, кто это делает. Поэтому очень здорово все. Филипп Киркоров на открытии намекнул прозрачно нашему президенту, что пора бы стать народным артистом и в Беларуси. А вот что касательно вас? Что вы можете сказать на этот счет? Филипп только после меня. У меня много разных званий, и орденов, и так далее. Но главное для меня это народ. Вот когда я вижу, что народ не только Беларуси, и вот здесь я знаю так и будет, поет вместе со мной мои песни. Вот народный артист, когда народ поет твои песни. Все остальное это уже, ну как вам сказать, это уже последствия. Спасибо вам большое, что нашли время, с нами встретились, и обязательно до новых встреч в Беларуси. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что все эти невзгоды закончатся, да. И я буду экспортировать дальше свои ясные дни по городам Беларуси в местах, которые я очень-очень люблю. Всем счастья, удачи и долгих ясных дней. Этот базар, безусловно, войдет в историю как фестиваль особенный. Фестиваль, которого ждали, как никакой другой. И вот этой невероятной атмосферой славянской теплоты готова прямо сейчас поделиться моя коллега Кристина Федоровича. Она на прямой связи из Витебска. Кристина, добрый вечер. Тебе слово. Игорь, добрый фестивальный вечер. Мы по-прежнему находимся в месте притяжения. Конечно же, как видите, это летний амфитеатр. И это место, которое не спит. Вот в период уже четыре ночи мы, что называется, испытали это на себе. Ну и не побоюсь этого слова. Это место, которое стирает границы. Не буду голословно, давайте обратимся к событиям уходящей недели. Вспомним, например, четверг. Утром, если быть точной, в полседьмого утра сюда прямиком из России прибыл звездный поезд. И здесь хочу поделиться своими наблюдениями. Все эти дни, конечно же, мы общались с звездами, артистами, которые сюда приехали, и очень большое количество. И все они отметили, что очень рады быть здесь, выступать на Словенском базаре 2020. Ведь этот фестиваль единственный в своем роде, который не закрыл свои двери и объединил всех под нашей белорусской крышей. Но здесь важно отметить, что накануне, а точнее это было вчера, фестивальный день проходил под эгидой Дня Украины. Вчера стоялся очень красочный концерт, на котором свое приветствие передал украинский лидер, это Владимир Зеленский. Он отметил, что искусство не имеет границы. Его основная цель, конечно же, вдохновлять и наполнять счастье. Мне кажется, у нас так и получается. И, кстати, об этом же говорил и наш президент на открытии в четверг Словенского базара 2020. Ну, как вы понимаете, сегодня у нас уже, к сожалению, крайний фестивальный день. Но мы ни в коем случае не расстраиваемся, даже несмотря на то, что погода сегодня, к сожалению, немножко подпортилась под вечер. Но у нас сегодня был очень активный день и у нас, журналистов, и у артистов, и, конечно же, у гостей праздника. Но то ли еще будет. Этот фестивальный день проходит под эгидой Дня Беларуси, как я уже анонсировала, концерт с очень символичным названием. Беларусь, Витаясь, Аброу. Вот закончился буквально минут 10 назад под аккомпанемент президентского оркестра Республики Беларусь. На сцене выступали все самые известные артисты нашей страны и участники конкурса «Витебск-2020». И, конечно, специально для вас наша съемочная группа побывала на концерте и записала интервью. А вот с кем сейчас дам подсказку. В прошлом году этот ансамбль отметил свое 50-летие. Именно здесь, только вот на Дне Союзного Государства. Но если вы еще не поняли, о ком речь, то предлагаю прямо сейчас посмотреть. Очень символичное название «Разом быть». И мы поем со всем залом, и будет оркестр подключаться. Мы там написали всем слова этой песни, поэтому в конце будет такой небольшой экспромт. И оркестр также будет петь песня раме, поэтому это будет очень необычно и, я надеюсь, запоминающееся. Теперь вы можете представить, насколько душевно прошел концерт. Но все-таки я считаю, что лучше услышать из первых уст. Поэтому прямо сейчас рядом с нами Леша Хлистов. Леша, привет! Всем привет, Боже! Это так прекрасно быть у вас в гостях и быть в прямом эфире. Абсолютно согласен с тем, что погода чуточку заплакала. Но я думаю, что она заплакала от прекрасных песен. Потому что фестиваль, как ты и сказала, что это крайний день. И всегда крайний день немножко грустновато, тоскливо. Это как хороший пионерский лагерь в свое время. И сейчас действительно все сдружились, я думаю, что конкурсанты. И мы, взрослые, состоявшиеся артисты здесь. Это приятные и воспоминания, и то, что есть возможность быть вместе со зрителем, быть вместе со Славянским базаром сегодня. Ну вот концерт «Беларусь» «Святая Саброу». Да, твои впечатления. Как вообще зрители встретили? Великолепно. Мне посчастливилось спеть песню Игоря Лученко. Это песня «Вероника». Для меня она, наверное, по-своему очень знаковая. Потому что мне кажется, что это как будто частичка моего репертуара. Я ее чувствую, я ее пою. Это часть нашей культуры, нашей души. Поэтому публика невероятно встречает и, самое главное, и провожает, и продолжает, когда я сюда подходил к вам, продолжает и фотографироваться, и говорить теплые слова. Поэтому это прекрасно, это замечательное чувство, именно ощущение быть артистом на этом замечательном празднике Славянского базара. Ну и сбегу вперед. Знаю, что заявлены на закрытие. Собственно, яркая точка у нас будет. Буквально несколько часов. Сегодня у нас репетиции начались. Мне пришлось проснуться в 5.45 утра. В 7 утра я уже находился здесь, в этом зале, и уже репетировал. Да, финал будет. И для меня тоже знаково, что я принимаю участие в завершении. Также зайду за сцену, поплачу. Ну что ж, спасибо тебе большое, Леша. Не будем задерживать. Сложный день у тебя сегодня. До встречи в эфире. Ну что ж, я уже забежала вперед и рассказала, что нас ждет яркая точка Славянского базара 2020 из того, что нам известно. Здесь выступят участники конкурса «Витебск-2020». Для них сегодня тоже второе выступление. Тоже у них очень сложный день. И, конечно же, именитые звезды. Например, Олег Газманов, Лолита, Сусопов-Лиашвили. Но вот последнее имя я назвала неспроста, потому что специально для вас мы записали с ним небольшое интервью. Поэтому предлагаю послушать, что он нам рассказал. Спасибо за приглашение от своей души. Это решилось, кстати, недавно. Я мечтаю, что на 30-летие Славянского базара приехал старый седой грузин и сказал свое слово. Я хочу, чтобы столько же было людей, потрясающих, невероятных, божественных зрителей. Сегодня ставим уже такую яркую точку Славянского базара, закрытие. Вы непосредственно там участвуете. Расскажите, какую будете песню исполнять. Сегодня я буду исполнять песню «Я отвечу только перед Богом», который я посвящаю всем моим братьям-мужчинам. Ну и раз уж мы находимся на таком поистине музыкальном мероприятии, то тут хочешь, не хочешь, либо песни запоешь, либо заговоришь строчками из песен. Так вот, как же здорово, что все мы с вами сегодня здесь собрались. И все самые яркие события уходящих четырех фестивальных дней, конечно же, специально для вас мы собрали в одном материале. Так что обязательно дождитесь завершения программы. Ну а нам с моим коллегой повезло больше всего. Мы воочию будем наблюдать яркое завершение Славянского базара 2020. Ну а вам, Игорь, я обязательно расскажу позже, как же все прошло. Пойдем занимать места. Так что студия у меня на этом пока что. Спасибо. Это была моя коллега Кристина Федоровича из фестивального Витебска. И сегодня мы туда еще не раз вернемся.